друзья у нас сегодня началось утро с эвакуации всего отеля всего здания типа какая-то там пожарная тревога не знаю я разбираться не стал все вещи там бросил в доме куртку надел станы надел и быстрее машину убирать от здания подальше поставил туда за угол объяснять не было чего случилось что произошло и в таких случаях мешкать нельзя на самом деле я спускался некоторые люди поднимались наверх по всей видимости там за какими-то своими вещами еще зачем-то в таких ситуациях нужно в первую очередь покидать стане и как можно дальше от него отходить потому что никто не знает что там и все громко говорить или пожарная тревога внештатная ситуация короче говоря я решил выйти побыстрее спецслужбы даже еще не успели приехать пожарные машины сколько их здесь 5 или 6 машин в том числе вышка но не знаю вроде бы никакого дыма ничего нет некоторые люди там до сих пор даже находится может быть конечно ничего серьезного но если начнется пожар и если будут заблокированы выходы с 12 этажа это просто ну я не знаю даже как спускаться и хочу оттуда углевать нормальный отель отдохну чуть-чуть посплю сегодня до обеда в итоге девять утра пожарная тревога даже пол девятого некоторые люди вышли но отель очень большой на много номеров много людей просто проигнорировали это сообщение вроде бы ложная тревога но все равно вместе с тем вот меня удивляет как люди которые понимают что здесь могут работать пожарные и так далее оставляют бросают прям машины возле здания когда работают пожарные они особо не церемонятся им там без разницы ваша машина чужая нужно огонь тушить короче я подальше что-то поставил машину сейчас буду собираться я думаю я поеду что-то ставрополь не захотел меня встречать и нужно будет проехать 200 километров сегодня как минимум и я еще хотел утром отдохнуть поспать после завтрака но так как там была чрезвычайная ситуация я разговаривал с управляющей она говорит ну кто-то покурил ну пускай лучше так типа там какое-то было незначительное незначительное происшествие и ну я думаю тоже на самом деле пусть лучше будет как говорится лучше перебдеть чем не добдеть и осторожность это не трусость и тем более в таких ситуациях когда в таких высоких зданиях это жизнь и жизни касается людей на самом деле вот этот вот угарный газ и пожар и просто его многие недооценивают он в таких высоких зданиях там сумасшедшая тяга и он моментально просто распространяется и с этим лучше конечно же не шутить если только какие-то есть намеки сразу естественно нужно немедленно эвакуировать людей машины подальше убирать от зданий не мешкать не паниковать вот только сообщили о том что эвакуация сразу нужно немедленно помещение покидать потому что помещение она может как защитить так и навредить человеку вот и там какие-то вещи тряпки какие-то они потом уже просто никому не будут нужны я и компьютер бросил вообще все все-все только штаны на куртку накинула голодела и все выскочил сразу моментально я знаю что такое знаю что такое огонь и знаю что с этим лучше никогда не шутить и тут тоже дтп ну вроде бы едет едут потихонечку мне еще нужно найти мойку самообслуживание как всегда помыть автомобиль потому что во первых вчера весь день дождь был во вторых ну просто смыть грязь когда попадает вот этот песок грязь на наш она на диске они не так отбалансированы как как следует и может руль бить там или еще что-то тянуть может поэтому это нужно все смывать отмывать подъезжаю здесь рядом город невин но есть мне ехать до пятигорска 150 километров два часа сегодня у меня было плановый осмотр вот я смотрел этот скол у меня здесь небольшой посмотрели вроде бы все нормально говорит залито дальше он не идет ну то есть не выремонтировали в алма-те и в принципе они говорят нормально все с ним вот и плюс ко всему я еще поменял масло я проехал уже четыре с половиной тысячи это из алматы я проехал и на масле я проехал 7200 я решил поменять потому что ставрополь это здесь самый крупный город на кавказе и дальше там уже будет грузия турция в турции я конечно найду масло вот в грузии я не знаю просто дотуда ехать почти 1000 километров и там этот перевал сколько там нужно будет стоять короче я подумал что самое оптимальное место для замены масла это здесь я у них купил было не так здесь легко найти масло для гибрида я заливаю 016 это масло такое специальное для гибридов она очень жидкое почти как вода и масло и она стоит четыре с половиной тысячи рублей 4 литра стоит и у меня резервная есть еще канистра четырехлитровая в принципе есть и фильтра есть инструменты я могу на любой яме даже не обязательно на яме на домкрате могу поменять в любом месте масло если нужно будет вот поэтому у меня сегодня здесь была небольшая задержка до двух часов я сначала ждал очереди потом ждал пока поменяют ну поменяли ребята очень аккуратно я им помогал там все объяснял как же делать и в принципе замена бесплатно и стоимость топ стоимость масла тоже невысокая поэтому в принципе ну то здесь прошло отлично причем я фильтр им дал свой только масло купил и они мне бесплатно поменяли но я им там конечно оставил ночной но все равно 4000 рублей для такого масла это нормально в тойота центре она наверное около 100 долларов такое масло стоит трасса очень хорошая здесь вот расстелительный вот такой вот барьер не знаю сколько она будет продолжаться эта дорога но в общем вот меня так сильно здесь прям хочет обогнать один человек я и так быстро я да он прям прям ко мне прижался и в общем куда-то торопиться спешит и здесь легко то есть вот вот этот вот барьер он во первых не будет ослеплять ночью во вторых здесь можно ехать справа и с левой стороны вот эти вот люди которые торопятся жить они могут всегда обогнать надеюсь такая трасса будет хотя бы сколько то не знаю сколько я бы с удовольствием говорят здесь есть какие-то платные трассы я бы с удовольствием выехал бы на платную трассу заплатил бы деньги потому что здесь вроде как это должно стоить немного не так много как допустим это стоит европе и поэтому ехать по платной дороге конечно же намного приятнее и там установки хорошие это все намного интереснее рядом с пятигорском есть я так понимаю город-курорт минеральные воды на самом деле здесь рядом с пятигорском и вообще на кавказе очень много разных городов связанных с туризмом куда люди прилетают приезжают отдыхать даже вот я на обочине смотрю все больше и больше людей на джипах на всяких разных внедорожниках останавливаются у них там холодильники яйца еда они короче говоря остановки делают обедают и очень много здесь городов большое скопление и я понимаю что это связано с курортом местность ну кавказ кавказ и дорога очень широкая вот такая вот двухполосная как она началась так она все время и идет полицейские на нас внимание не обращают тормозят в основном газели грузовики или там еще что-то здесь рокадовская проезжаю не знаю что такое рокадовская здесь рядом заправочный комплекс фонтан я думаю я пока не буду останавливаться еще проеду дальше может быть доеду до минеральных вод и уже там в принципе пообедаю у меня вся еда с собой в холодильнике я могу в любой момент остановиться когда захочу пообедать даже могу приготовить покушать потому что у меня есть мангал есть любая посуда есть и все все короче говоря у меня с собой вот расход топлива вот на этом лукой ли на котором я заправился в калмыкии стал 6,8 так же выровнялся как в газпроме был в принципе если вот в районе 6 литров если до 7 литров будет расход то меня это будет устраивать потому что машина очень тяжелая полный привод и плюс еще я включаю климат-контроль кондиционер и она у меня заряжает все устройства мои холодильник постоянно работает в принципе это нормально минеральные воды вот меня встречают значит здесь ключ авто mercedes центр bmw центр хина это спецтехника японская байкеры audi центр и пошел дождик volkswagen но примечательно что они все пустые и вот дороги прям широкий широкий еще и развязки плюс ко всему ну я все время ехал со ставрополя по трассе вот по такой широкой и дождик пошел оказывается здесь дуэль лермонтова была вот озеро провал тоже мне рекомендовали потом гора маншук и отель там маншук легендарный там рынок рядом есть в общем как всегда у них здесь в россии забронированы все отели уже в обед после обеда знаю чем это связано наверно потому что сезон сейчас и вот я только единственно шел отель за 2000 рублей с нормальной парковкой с нормальной стоянкой сейчас я туда едут 7 минут 10 10 минут 7 километров до него ехать и прямо уходит дорога на грозный чечня и периодически попадаются здесь отели всякие разные гостиницы прямо на дороге но я не хотел жить возле дороги здесь тоже очень много зелени много холмов и вот вот эти вот горы вверх-вниз идут подъемы-спуски подъемы-спуски нету скал больших заснеженных вершин тоже наверно нет только на эльбрусе где-то и дороги очень хорошие водители тоже воспитанные культурные пропускают друг друга так вот это все выглядит друзья очень красиво между прочим напоминает уже турцию турецкие ландшафты у них тоже так же вот порой бывают едешь большая широкая дорога и со всех сторон горы и и все вот это туристическое связанное с туризмом здесь есть спортмастер остина это турецкий магазин там можно одежду купить в принципе по сути все то же самое что и в турции я не знаю зачем люди ездят шопиться в турции если это можно все здесь купить так мне нужно будет повернуть на светофоре 95 и 52 рубля стоят я еще не заправлял у меня 300 километров еще можно ехать бака хватает я вам напоминаю на 1000 километров ну на 900 точно хватает в зависимости от того как ехать ну бак 60 с чем-то литров у меня бывает там расход 6,5 вот так как раз на 1000 километров хватает ну можно дотянуть до 1000 короче говоря можно дотянуть бак если он будет пустой и прям под горлышко его залить то можно 1000 километров на одном баке проехать это очень круто потому что те люди которые путешествуют вот к примеру вот на таких джипах они конечно же не могут проезжать столько им приходится возить если они едут в экспедицию где-то на крыше или в салоне бензин это конечно же недопустимо ну по крайней мере для меня я бы не хотел чтобы у меня что-то взрывоопасное было в машине поэтому я в пользу дров от газа отказался у меня есть здесь электрическая батарейка и по дном машины в принципе этого достаточно так 8 минут нужно ехать вот светофор это супермаркет пятерочка магнит у них здесь есть в принципе я бы мог вообще на любой парковке в любом где-то лесу в красивом месте запарковаться и поспать но так как у них здесь номер стоит 10 тысяч тенге я в этом просто не вижу никакого смысла потому что я могу и душ принять и на кровати поспать и нормально еще позавтракать завтра утром и поехать с новыми силами во Владикавказ там у меня будет граница с Грузией в Верхний Ларс и говорят что там может быть пробка серьезная не знаю как не знаю как допустим границу с Казахстана и России я перешел за 15 минут посмотрите видео об этом есть я честно говоря даже не мог себе представить что так это все внезапно будет и экстренно и быстро ну в общем много здесь зелени я думаю можно даже на природе где-то красивое место у меня есть карта кемпингов я даже могу по этой карте найти место где приезжают люди с кемпингом ну на автодомах с прицепами останавливаются и я могу даже в принципе найти место на природе хорошее но когда стоимость одной ночи 2000 рублей просто в этом никакого смысла нет 2 или 3 400 она сказала была такая жара когда мы заехали в Орск в Оренбург даже когда по Казахстану ехали прям 30 больше 30 градусов по 35 а сейчас я на юг приехал России на курорт на моря и здесь вот температура только вот в куртках люди ходят несмотря на то что начало июня по-моему 5 сегодня число какое вообще сегодня число 6 июня я выехал по-моему 28 что ли вот уже больше недели я в пути а из Алматы я еду напоминаю вам здесь небольшая пробочка у них еще здесь есть какой-то вот справа трамвайны или я не знаю что они возят на этом но похоже на то что этот вагончик он ездит по этим рельсам а у нас с Ваким в Алматы все выкопал рельс выкопал трамвай все встал и короче говоря город без трамваев теперь Алмата яблоневые сады все вырубили трамваи все вытащили у нас в Казахстане я не знаю почему но у нас любят деревья рубить срубят деревья все сады срубят построят там какие-то торговые центры еще что-то а сажать почему-то никто не любит хотя территория Казахстана такая вообще гигантская такая большая можно столько садов сделать столько деревьев посадить и водные ресурсы позволяют и все просто нужно один раз посадить и там чуть-чуть поухаживать а дальше они уже сами будут расти в Игорске как и в Сызрани еще каких-то таких городах не проходили не проходила бомбардировка не было вот этих вот действий военных страшных как допустим в Сталинграде в Волгограде и поэтому здесь сохранились дома вот такие вот старые я когда попадаю в такие места вижу вот эти советские трамвайчики старые вот эти дома как будто бы здесь капсула какая-то времени и вот этот вот Лермонтов Лермонтов здесь все что связано с Лермонтовом вот такие еще здесь значит здания главная дорога но почему-то они не хотят чтобы я ехал бывает но все равно очень-очень начатое окончатое 1990 все равно очень культурные водители а здесь художники прям под дождем пишут смотрите художницы художники и здесь тоже здесь прям какое-то такое собрание девчонки все бросили уселись на траву сидят пишут картины под дождем а вот еще да здесь или это какой-то урок или что я не знаю прям все взялись немедленно рисовать вот 1896 год ну много разных домов которые построены были давно и город тоже вот так вот на сопках идет вниз вверх вниз вверх чем-то мне напоминает даже не знаю может быть венец венец и тоже примерно так же все выглядит да вообще наверно все вот эти небольшие города да какие-то такие провинциальные небольшая они примерно все одинаковые пятерочка прям большой супермаркет вот эти сети здесь заполонили все конечно с одной стороны это хорошо что вы приходите и знаете понимаете что там есть можете карты оплачивать кстати в россии говорят оплата по карте не знаю откуда это взялось вообще это неправильно говорить видимо это связано с тем что типа оплата по счету либо по карте уж не можем оплату по деньгам сделать вот они любят так говорить а еще они на заправке говорят до полного до какого уровня до полного а я если им скажу допустим до половины они как они же не смогут мне заправить до половины потому что заправщик же не знает поэтому они могут либо полный бак заправить либо как ну как вот я не знаю объясните пожалуйста напишите мне в комментариях если вы знаете как об этом как это понять вообще куда то вот сюда меня навигация ведет где то вот там вот с высоким вот этим зданием есть мой отель я его по телефону забронировал даже не знаю по фотографиям как он выглядит здесь у них такая культурная территория с зеленью там моя машина стоит с фонтаном по моему баня еще есть картины вот такие вот места для отдыха там тоже был диван вот это какой-то такой бутик отеля парт отель ну в принципе много номеров вот а это тоже по моему чей-то чей-то номер люкс большой ну я себе взял поменьше сейчас посмотрим я себе думал взял поменьше но он тоже гигантский здесь можно реально футбол играть две кровати ну за две тысячи рублей я думаю это прям классно он конечно не новый здесь вот такой вот телевизор я думал их уже не существует ну мне просто поспать только и все а здесь можно не просто поспать здесь можно прям кайфануть как следует тапочки есть чайника нет но ничего страшного если окажетесь в Пятигорске обязательно посетите верхний рынок здесь есть вот такой вот фудкорт большой но это не совсем фудкорт здесь в кухне народов мира и русская и конечно же есть вот турецкая ну в основном здесь восточная и наверное кавказская кухня собрана десерты тоже всякие есть рыбка есть рыбку я вчера кушал я пожалуй закажу шашлык вот прям вот так вот они сразу здесь все готовят очень атмосферно выглядит все будет оренга креветочная номер один могут приготовить морепродукты здесь а я почему-то думаю что в этом регионе надо кушать мясо потому что до моря еще далеко и скорее всего здесь вкусно мясо готовить вот лук уже режут я думаю вот это мясо будет очень вкусно либо вот это какие у них цены шашлыки очень большие по 200 по 300 грамм и стоят в принципе тоже так же то есть 1 грамм 1 рубль стоит а вот вырезка говядина больше всего стоит я по-моему тоже это заказал 190 рублей должно быть сочное мне сказали что будет сочным короче говоря ужин в среднем в ресторане стоит в России около 1000 рублей можно прям хорошо покушать по 1000 рублей в принципе это меньше даже чем у нас в Казахстане вот это все салат здесь вот это лепешка шоти и мясо все стоит 1000 рублей чуть больше 10 долларов а еще иран вот давайте куда-то есть 哪 куда-то например мы мы Субтитры создавал DimaTorzok